Доброго всем 2016 года! Сегодня я, Вячеслав Чаро, сделаю свой прогноз для знака Делы. Ваша основа личности на 2016 год – это ваше личное стремление к совершенству, которое может конфликтовать с разносторонними интересами вас, как человека. В 2016 году вам предстоит проявить максимум терпения и умеренности с учетом катастрофической нехватки времени во многих областях жизни. Есть вероятность приобрести понимание некой верной меры личной гармонии. Не пытайтесь и иминутно желать приспособления к обстоятельствам данного года. Торопитесь медленно и все у вас получится. Негодование по поводу новой сложившейся ситуации может стать основой для проявления злости и агрессивности. Решительные действия могут помочь вам понять, что именно сейчас не устраивает вас. Заявив о своих намерениях, не позволяйте другим растоптать ваши желания и чувства. Много ваших сил уйдет на сдерживание своих порывов. Одев на себя маску вершителя судеб, можно не рассчитать свои собственные силы. Только стойкие духом люди готовы владеть мечом пламенного света и с помощью страсти и отваги совершать ежедневные подвиги. Вожделение в этом году есть путь в никуда. С помощью неуемной энергии можно сдвинуть горы, если в этом есть хоть какая-нибудь надобность. Не бойтесь в 2016 году проявлять симпатию к тем, кто вам по-настоящему дорог. Всегда и во всем сохраняйте свое приподнятое состояние духа. Порядок в мыслях всегда украшает эмоции и помогает проявить свою волю. Крушение жизненных устоев не есть дело одного случая. Вероятность всевозможных потрясений в этом году пропорциональна всем вашим деяниям. Знаете, болезненное восприятие может лишить ваш разума, а моральный образ жизни укоротить время пребывания на земле. В этом году вам следует беречь сердце, кровь, нервы, шею и щитовидок. Опасайтесь несчастного случая огня, покушения от оружия или травмы. Постарайтесь прожить этот год с мыслью о дороге, которая должна вас вести к чему-то неизведанному. Только с помощью доблести и мужества вы способны достичь определенных высот в делах, в которых успех во многом зависит от решимости бороться до последней капли крови, даже если это сражение полностью на стороне превышающей у вас сил могучего противника. Заняв изначально выгодную позицию, вы сможете уверовать в свои силы. Ваш успех – это желание победить и без веры вам не пройти большую часть жизненных испытаний, которые своей непонятностью и суровостью затронут самые основные критерии вашей жизни. Есть вероятность ссоры, конфликтов, споров и соперничества, нездоровой конкуренции с не столь большими победами, всевозможных тревог во время переходных этапов с последующей корректировкой планов. Так или иначе, вам не избежать в этом году значимых перемен в обществе. Страх, который чаще всего будет необоснован, лучше всего гнать от себя через работу, которая способна измотать вас. Конечно же, без раздумий, разговоров, дискуссий, переговоров не обойтись в этом году, как и не обойтись без неких бартерных сделок с некими элементами настоящей торговой войны. Не бойтесь сплетен о себе. Ваши доходы будут средними, если надлежит сделать обмен, вести коммерцию и торговлю, всевозможные сделки на рынке. Будьте готовы ко всему. Умение замечать свое преимущество, чтобы выигрыш по праву был ваш, придаст вам сил. Знайте, ваша прибыль всегда в ваших руках, если вы сами хотите иметь ее. У вас хороший жизненный потенциал для этого года, чтобы полностью жить чувством глубокого удовлетворения. Вам непосредственно предстоит защищать свои идеалы и принципы, дабы обрести свое высшее счастье. Постарайтесь в этом году видеть самые дальние цели за сиюминутными результатами. У вас на все будет свое личное мнение. В этом году без преданного окружения вам не построит своего счастья. Ищите тех, кто готов разделить с вами ваши взгляды и убеждения. Не живите колебанием и нерешительностью. Будьте смелы в любой ситуации. Не бойтесь использовать свой ум в повседневной работе. А мастерство и новые идеи с годами приведут вас к победе над самим собой. Всегда умейте давать трезвую оценку своим планам на жизнь. И не бойтесь утомительной работы в реализации своих проектов. Старайтесь в этом году выставлять свои идеи на судьбу общества. А завистники пусть завидуют, если сами ничего не могут сделать. Запомните, предательство своих убеждений есть предательство самого себя. И ведет оно к полной потере всего, что было достигнуто вами, в том числе и тех, кто был вам так дорог. Препятствий в этом году вам хватит. Пока вы не измените свой характер, вам не понять силы творческого вдохновления, как и не увидеть тот прогресс, который может повергнуть вас в шок. Ваше стремление к социальному успеху в этом году вполне оправдано. Но за счет одной только привлекательности его построить невозможно. Иногда холостяцкая жизнь меняет некую часть жизненной программы. Будьте предельно внимательны с интимными утехами, так как есть вероятность беременности, родов и любых других изменений в этом направлении. Ну вот и все на сегодня. Слушайте мои прогнозы на моем канале в YouTube. Желаю всего самого хорошего в этом неспокойном 2016 году. Мира вам и процветания, а также присутствие Бога в своем пылком сердце. С уважением, Ваш Вячеслав Чаро. Январь 2016 года. Город Дублин, Ирландия.